Я в детстве, приблизительно около 8 лет возраста, к сожалению, закончилась моя жизнь. Я помню только, когда я возвращался, у меня были такие голоса, что ты вернуться только по одной причине, что ты помогаешь людям. Когда узнали, что жена бременна, я сразу звонил врачу, он сказал, что не может бить, она бременна от тебя. Отец, он вообще шампион мира военного бокса, для его спорта это религия. Я не экстрасенс, но у меня есть дар, могу уговорить любой человек, лентяя, 200 килограмм, что он встается на ноги и начинает здоровый образ жизни. Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесной». Сегодня в гостях у нас в студии фитнес-тренер, я даже не знаю, как представить вас, наш друг из Египта. Расскажите пару слов о себе немножко, и потом мы расскажем обязательно о вашем труде, о вашей работе здесь в Москве, как фитнес-тренера. И это больше, чем фитнес-тренер. Спасибо вам огромное, что вы меня приглашали, это очень приятно. Тем более, я такой человекомерный, позволит ей пользоваться слово «я». Это не значит эго, что я такой в себя, но на русский язык можно это пользоваться в правильной смесле. Слушайте, ну мало кто знает, даже вот из наших зрителей, наверное, тех, кто занимается у вас, что у вас было подписчиков почти около 7 миллионов. Да. И все следовали за вами, смотрели. Да, это на своем старом, предыдущем фейсбук, но, к сожалению, это закрылось. И я один из людьми, которые пользуются фейсбук, создавали его, когда еще он только-только начинал, это был 2007 год. Да, и вот развивался на его так, что была первая страница, которая обсуждает среди арабов фитнес-индустрии, ну здоровый образ жизни. Простой тоже, я гуглю, копирую картины и привожу, потому что я знаю много языков, и привожу под нее много всего слова про мотивацию, и здоровое, и питание. И люди, как в это время, только-только начались, фейсбук поднимается, знаете, как одноклассник в России. И так подписали, подписали, и так начались видео за видео, и заработок за заработок, потому что реклама была очень много, и так в конце концов, к сожалению, закрылось. Слушай, ну вы поездили по миру с детства прям очень много, да? Да. Расскажите пару слов о семье, и как это вот повлияло на вас, почему вы избрали такой путь? Ездят в семьям со многими странами по причинам работы родителей и в посольство. Родители ваши в посольстве работали, в Египте, в разных странах. Да, и получилось так, что по правилам каждые 4-5 лет, вы можете менять эти страны, и, естественно, маленький ребенок, он постоянно смешивается с разными культурами. И каждый хочет в эту школу опихнуться в тебя, в свою культуру, в свое понимание, в свою веру, в свою религию. И там дети разные, и каждый ребенок из разной семьи, с разным пониманием культуры. Разное понимание, тоже одна культура, но каждая семья понимает по-разному. Вера, например, каждая семья понимает по-разному. И это, конечно, смешивается с детьми. Я сам с такой семьей, с мамой семья, они южные Египты, они христиане, папа мусульманский, который его мама вообще израильтянка и еврейка. Да, и поэтому, ну, как все знают, что в Египте, в Египте вообще была христианская страна, перед нами больше процентов стали принимать ислам, например. И до существования страны Израиль, все настоящие израильтяне больше процентов жили в Египте. Потому что Египты тоже это как древняя страна, которая умеет такой земля именно для еврея, как гора Моясия, где Моясия разговаривает с Богом. Они читают, что тоже это священная земля и священная страна. Поэтому больше люди приближали к Египту и жили там всякие три разные религии мирно, мы жили друг с другом, женились с другом друга. В школе вообще мы сидели в одном столе и всегда дружились, не так, как происходит сейчас в нашем мире. Они друг друга не любят, например, или воюют, или конфликтовывают, к сожалению. Или как в Великобритании, например, есть спортивная команда футбол, я не буду называть, который, например, клуб, который там больше верящий Арсу Зукса, а другой спортивная команда футбол, который протестанты, например. И постоянно люди, которые идут на этот матч, они постоянно дрются. Вот они оба, например, ну то же самое у мусульманской или в Египте тоже самое постоянно есть, какие-то конфликты вообще. Не стоит таких конфликтов. Про себя больше я всякий этому видел, и я понимал, что жизни вообще очень мало, очень быстро закончится. И не стоит вообще никаких конфликтов ни с кем. Хоть я вообще спортсмен, я многократно шампион, ежедущий в мире боевольной борьбой, я с детства занимался боксом и кубоксом. Отец, он вообще шампион мира военной борьбой, для него спорт это религия. Это вторая религия была у нас семья. Спорт? Спорт, это религия. Это как совершаешь намаз или молитва, спорт, совершаешь тренировка, это ты тоже самое. Телевизор не был дома, хочешь развлечения, это книга, это библиотека. Один день в неделю только можно смотреть телевизор, или один день в неделю можно играть с друзьями. Дальше это учеба, спорт, семья, книга, писатель стати на то, что ты читал и учился. Но это возможно, потому что папа из еврейской семьи, у них так очень строго про образование и жизнь. И так на самом деле было очень полезно, потому что благодарит отец и родитель, оставлю меня правило образ жизни. Это больше книга читает и больше спорта, больше любит людей, любит веселиться и заниматься просто жизнью радостью. Это очень коротко могу сказать про себя. Понятно. Да. Ну а когда вот тяга к спорту появилась? И понятно, что в семье это культивировалось. И когда стал тренером? Вы знаете, я из детства, у меня, я могу вам сказать такой, вы только вы можете это понимать, или люди, которые глубоко образованы, или у них есть знание, читают много, они будут это понимать. Я в детстве приблизительно, ну около восьми лет возраста, к сожалению, закончилась моя жизнь. Да, украла папа конфетка, она жевательная конфетка. И я это помню прекрасно, и спал, как ребенок. И у меня сестра видела, она сидит, отчица, и видела, что я лежу на мой кроват синий, вызывает мои родители, быстро убегает на улицу. Папа в трусах, мне очень жарко было, мама вообще в своем нижнем белье, пижаме, убегали в больнице. Я помню, когда я видел себя сверху, и как электрошокер меня пытается, ну как оживляется. То есть ты подавился конфеткой? Да, она попала в дыхательные пути. Все, понятно. Все, я вздыхался. Я это не сам помню, я это видел по своему глазу. То есть, как называют это, ты умер и наблюдал себя сверху в больнице в 8 лет? Да, 8 лет. И тебя воскресили этими шокерами в больнице? И потом они приняли решение, врачи, что мы не можем его вернуться к жизни. Папа плакал, папа начинал бить меня в груди. И я помню до сих пор этот момент, что я иду, я как бы, знаете, как фильм такой, да? Как будто я туман и иду туда. Ну, это реально такое. Но я вернулся после этого, у меня стало тик, если вы заметили, что я дрюгла в голову. И стало у меня очень много дар, очень много дар, которые в детстве я пользовался, и очень много. Прямо много, это не 2, не 3, не 4, это больше 40 дар, я их лично знаю. И не смог их пользоваться, но я помню только, когда я возвращался, у меня было есть такие голоса, что ты вернуться только по одного причину, что ты помогаешь людям. Вот, знаешь, повторяет очень быстро, очень много, и которые я не понимал. И когда я занимался спортом, постоянно мои тренера выбрали меня, давай, Акман, занимайся разминкой у ребят. У тебя лучше получается. И у меня по какому-то чуду, у меня получается разменяться ребят. И потом, когда я в тренажерном зале, ко мне приходят люди, можно помочь мне, можно потренироваться, можно, ну, можно. И по какому-то чуду, я чувствовал, вот тело стало, как будто он я. И временно-навременно, потому что это пути очень длинные до сегодняшнего дня, у меня появился этот удар, что я чувствую человека, который дает мне это слово, можно потренироваться с вами, или вы можете меня тренировать. Сам не понимаю, как это происходит. Я чувствую его сердцебиение, я чувствую его температуру, я чувствую его усталость. Я уверен, что мои клиенты, которые со мной занимаются сейчас, они подтвердят то, что я говорю, потому что он мне говорит, я не могу это делать. Ну, например, даю 20 килограмм. Я в жизни не поднимал 20. Я говорю, сейчас ты поднимешь 20, и в конце тренировки ты поднимешь 50. Ты что, ты сумасшедший, ты что, египтянин, ты что, ну, они у нас такой прикол. Есть такие русские слова, тоже я не могу пользоваться, это не очень адекватные слова. И потом, когда я оставлю человека, смотрю его в глаза, и начинаю говорить некие слова, мотивировать его, и я говорю, ты это сделаешь. Я уверен, что ты это сделаешь. Я ни в жизни не сделал, я никогда не сделал, это очень тяжело. Я говорю, ты веришь в меня, а я верю в тебя. Я знаю тебя больше, чем ты знаешь в себя. И вы можете потом снимать видео с таким людям, которые скажут вам, да, Акмал, у меня девушек в марафон по тысяче приседаний. Обещаем люди, которые никогда не занимались спортом. Они сами слезы говорят, Акмал, как ты смудрил так, оставляют нас за раз делим тысячи приседаний, хоть даже пятьсот. Вы представляете, что подтвердит это человек, который сидит за нашей камерой, Димитрий, потому что он участвовал на таких марафонах. Он сам, когда я с ними встречался, он был пол-инвалид. Он не может встать на кресле, как я встаю, он так встает, через руками. Он не пользует свою мышца спина. Пока я его взял, я почувствовал его тело, он об этом не знает. Я его сказал, мы начинаем тренировку. Он сам не знает, почему он поверил в меня. Я не экстрасенс, ну нет такой у меня. Но у меня есть дар, могу уговорить любой человек, лентяя, 200 килограмм, что он встается на ноги и начинает здоровый образ жизни. Как это появилось, я сам не знаю. Это все тогда 8 лет, да? Это начинал оттуда. Параллельно было много дар, пока я понял, что у меня... У меня был, разу у нас канал, занимаясь такой вопросом, у меня было такое время, на которое я не верил даже в Бог. Потому что у меня постоянно вопросы, где Бог? Почему мы его не видим, как мы видим все, как наши родители, например? Почему я здесь, не в прошлом? Почему он выбрал меня, не 200 лет назад родиться? А сейчас? А почему я сейчас есть? Для чего я нужен? Почему я создан? Какая задача у меня? Неужели я просто так, как трава, вырос? Ну, у меня такие мысли, как... Ну, вы понимаете... Долго такой период был? Очень долго. Очень долго. Это не подросток бунтующий, не взрослый человек уже? Я с детства так. Я не знаю, у меня право какие-то слова. Я даже много отдавал вопросы. Каждый управляющий, ну, как сказать, ну, как старший, как, значит, как имам, как муля, как священник в церкви. Ну, я всегда с детства, когда я встречаюсь с людьми, даю этот вопрос. Почему так и есть? Почему? Я не хочу совсем сильно трогать темы религии, да, но как, почему, почему, слово почему у меня было очень много с детства. Именно, когда я вернулся из-за смерти. И очень много вопросов были, почему. Наверное, через почему я разговаривал. Через почему. И каждый почему меня ввел искать. Искать. Искать долго. Очень долго искать. Поэтому, например, меня, например, когда спрашивают, например, приглашают меня на дачу, шашлик делает, угощается. А, Акмал, извини, не забыли, что свинина ты не кушаешь, ты же египтяне. Я говорю, нет, я собака ем, я голубые ем. Ну, я кошка ем, фу. Я говорю, а свинина не фу. А что, и разрешено в христианской свинине? Она не разрешена, между прочим. А вино не разрешено. Это называют кровь Иисус, молодая вино, которая не больше три дня. А это алкоголь. Не надо меня, говорите, египтяне. Вот так и в шутках, конечно, схожу. Поэтому, к сожалению, люди как припутали. Ну, хотите что-то сказать? Нет, нет, я слушаю. Вот, я сразу с ним, знаешь, в шутках говорю, нет, свинина не ем, ну, собака ем. Если у тебя есть собака, давайте резаем таки вкусненько. Ну, фу, Акмал, говорю, да. Вот видите, у вас кушка такая хорошенькая, такая, толстенькая, знаешь. Вот как, вот я привожу это в шутках. Потому что меня смешно, и люди, когда они дают такие вопросы, сами не понимают, почему они так делают. Ну, почему, почему ты, ты меня фу, а тебя не фу. Потому что у них этого вопроса, почему нету. Да. Просто живут, и все. И потом, когда я искал, почему, например, белый на стол, который спустился от неба на встречу Иисус Христос со своими учениками или пророками, не было мяса свинина. Кроме вся еда и мяса, не было мяса свинина. Я начинал копаться по науке, потому что я ни в чем не веру, не понимаю. И я понимал, что есть животное, умеет агрессии и определенный вид бактерий, и вирус, и инфекция, которые нельзя кушать, чтобы они попадутся в нашему организму, и наша иммунитет не способна приспосабливаться, воеваться за такие инфекции, и паразиты, и вирусы. Да, они созданы в нашем сообществе, в нашем мире для определенных целей, например. Можно пользоваться их для нашей человеческой пользы, но не чтобы есть. Если что-то разрешено, то что-то не разрешено. Я не умею в виду разрешено про религию, но про наука. С научной точки зрения ты все подходишь. Да, поэтому, например, если мы копаем глубоко, узнаем, что в сувенине нет мочевой пузырь, и свою мочу сохранить свою жир. А представляете, сколько вирусов, инфекций и яд, которые есть в мочи. Да-да-да, гуглите, пожалуйста. Можно, пожалуйста, кто за камерой, гуглите этот вопрос. Я не против, я с удовольствием. Она очень вкусная. Ну, я попробовал, но я за свою здоровую образу жизни, я отвечаю по вашему вопросу, часто, почему я стал тренер. Потому что я понял, что я могу помогать людям. Я могу помогать людям быть сильнее, здоровее, красивее. Что слово красивее? Я был худой и дрищ, на меня сдувались. Слушай, у тебя хороший язык, худой и дрищ. Да, потому что есть худой, и он нормально худой. Но, когда говоришь худой и дрищ, это совсем палка. Значит, на них наклеили мясо. Слушай, ты много набрался в русском. Я очень хорошо, наверное, мысливаю на русский язык. И, знаете, мешает меня мой акцент и окончание слова. А так, вы не представляете, насколько я так разговариваю по-русски. Насколько русские нации такие добрые, чтобы я постоянно обманул гаишник. Когда-нибудь они останавливаются. Хотите слышать? Да, очень активно. Потом вдруг какой-то гаишник увидит и специально будет ждать меня. Знаете, почему я люблю Россию? Русский народ, не потому что здесь. Я вообще русский гражданин. У меня русский паспорт. Я давно получил русское гражданство. И очень горжусь, что я русский гражданин. И очень горжусь, что я гиптянин тоже. Я не потерял свое гражданство. И очень люблю оба нация. Потому что они оба великие нации. Они очень давно, конечно, Египта намного древнее, но русские нации тоже очень давно. И есть культура, и есть история свою. И я очень горжусь. Сравнение, конечно, с западом, который 200-300 лет назад, это никто вообще, я не знаю. Это смешно, как шаурма. Смешно так крутит. Русские есть русские. Русские, это давно старые, древние нации, которые просто объединились еще у других наций вокруг. Но русская нация, они есть нация. Почему русские добрые? Вы знаете, первый раз, когда первость, я это помню прекрасно, когда еще не было соцсети, и обычным телефоном писали штраф в бумагу. 50 рублей. 50 рублей. Любой русский человек, хоть это 10 лет назад, это тоже все равно небольшая деньгия была. И я знаю, что он, в конце концов, запишет этот 50 рублей. Поэтому бесполезно его отдавать, то, что мы называем, подарок. Ну, я не буду назвать другое слово. Да. Я еду быстро, и меня останавливаются, и стучатся на окно. Я не открываю окно, я говорю с ним по-английски сразу. Я включаю вот такой, знаешь, дурачок. Я говорю, да, я типа такой, плохо по-русски возговариваю. Что случилось? Ну, вы откуда? Ну, я говорю, я оттуда. От верблюд. Он обижает. Я говорю, я из Египта, и вот там верблюд. На русский язык, и оттуда, оттуда, от верблюда. Сразу человек обидит неадекватно. Я же от верблюда, правда, где верблюд, это Египт. И начинает, он, как и значит, улыбает. А, да, я понял. Он все равно, знаете, он не агрессивный со мной, потому что он понимает, что я его не понимаю. Вы на красной ездили? Я говорю, на красной. Я не видел красный, он стафор. На красной въехали. Я говорю, не было красный свет, лампа красная. Не было, где она, этот, светофоры, где? Он объясняет, что я быстро, на красно. Красная скорость, да? Это так называется? Красная скорость? Нет, и когда едешь очень быстро, как это называется на русском языке? Ну, так и едешь быстро. Превышу скорость. Красной. Скоростной. Скоростной. Да, вот видите, вы не слышали буква С, приема изменилась, и слово, вы не хотите понимать ее. А представьте, на странстве слушаешь слово «красно» и «скрасно». Скоростной. Все, понял. Понимаете, для меня это красный свет. Он со мной разговаривает, ты ездишь в красный. Я говорю, при чем я здесь красно? Он говорит «скрасно», «скоростной». Скоростной, скорость-то, окончание слова и начало слова, оно умеет для меня одинаково, как слух. Но я понимаю, что он говорит, но я делаю, я постараюсь просто с ним. Это, короче, он устал от меня, и говорит меня, я забираю документы, говорю, я сегодня вечером уезжаю, у меня не нужно будет этот международный право, оставьте для вас подарок, она меня не нужна, как сегодня из Египта, спасибо. И все, 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 как возьмите. Он понимает, что он уже минут 20 со мной тратит временно, и говорит, это подарок от нас, хороший вам отдых, и уезжайте. И это постоянно такая история, я всегда с любым гаечником. Был другой еще гаечник, знаете, только в России, что умеет такое, я скажу на моем языке, ладно, я знаю, зритель тоже знает, что такое, это только в России, который гаечника, держит в руках палка черно-белой, который умахает ее, а так и останавливает тебя, это только в России. Больше нигде в Москве нет? Нет, это очень интересно. И никогда меня не махали, я останавливаюсь, я все равно еду, потому что у него есть два варианта, либо пока сидит в его машине, будете бегать за мной, это бесполезно со мной спорить, потому что я знаю, что он добрый будет, простит мою хитрость, который не знает, что я хитрый. Или он вообще будет думать, зачем ехать за его, лучше зарабатывать вот в час ночи, чем ехать за этому человеку. И один раз меня остановились, очень долго он со мной спорит, почему бы я не остановилась, после я отдавал документы, я говорю, откуда я знаю, что я должен останавливаться, это вообще я еду за аэропорт домой, нет, я вас остановил, я говорю, как вы меня остановились, где-то написано стоп, вы меня громко сказали, остановитесь, акмал, или что, я не знаю, вы меня знаете, наверное, вы меня знаете, да ну, я тренер здесь работает, нет, я вас махал, вы должен останавливаться, я говорю, почему я должен останавливаться, откуда я знаю, что я должен останавливаться, на вашей палке написано номер машины, написано мое имя, написано стоп, Почему я, иностранцы, ваша страна, умею международное право, должен останавливать, когда вы меня это делаете, когда вы махаете руки? Почему? Он начинает думать, и думать, и думать, и понимать, что да, почему я должен останавливать. Ну, наверное, вы не читали русским правилам. Я говорю, нет, это не обязанность меня читает русский дороже с движением правила. Это только у вас здесь это есть. Вы понимаете, почему я останавливаюсь? Я же не криминал, и начинаю такой разговор, он потом подобреет, и не подобреет, потому что с самого начала добрый. Это то, что я хочу сказать, что даже с гаишник, который он строен так, что наказать тебя, или пишать тебе штраф, или в другом понимании, некий из них, которые хотят не то делать и пользуются ситуацией, что получает что-то от тебя, да, в качестве человека, который законно, он все равно не получает, он все равно добрый. Слушай, ты тренер в спортзале, а у тебя вот такие хитрые ученики есть, которые также с тобой хитрят? Знаете, не пытаясь меня хитрить, просто у меня магистратура по психологии, поэтому как я хорошо разбираюсь на психологии. И мне очень сложно, чтобы скажут, что я устал, не могу, и я не хочу, как бы ни было, я найду такой момент, что я буду завести у вас энергией, которой вы будете заниматься. Вообще, я через времена, после 40 лет, из многих комплиментов моих клиентов, даже человек, который за камерой сидит, он может вам и скажет, что сам не знал об этом. Но, наверное, есть такие люди, знаете, я не понимал это никогда в жизни. Есть люди, сидите с ним, как будто вы давно его знаете. Есть люди, сидите, просто увидите, хочешь просто его обнимать. И человек, может быть, он такой хороший, добрый, регулярный человек, ты не хочешь с ним сидеть, его энергию не могу, да? У меня, наверное, 99% очень сложно, чтобы сидеть со мной и не почувствовать энергию. Я это не знал, это меня говорили. Акмал стоит рядом с тобой, ты меня стимулируешь. Как ты это делаешь? Я говорю, сам не знаю, я просто разговариваю. Наверное, есть какая-то волна, электроволна, обмен энергии. Может быть, есть такой наук, который до сих пор наше человеческое наушное понимание нету, который обсуждает энергию тела. Но на самом деле, на физике это есть. Каждый микроэлемент, каждая клетка, каждый электрон, ион, они умеют энергию. Без энергии наша планета, и галактика, и исцеление, да? И не будет, если нет энергии. Они же не просто так двигаются, да? Значит, есть энергия. И поэтому у каждого, даже в силе, в силе, в силе есть энергия. И даже совершенная молитва, это даже умеет энергию. И почему люди в временное насхождение в храм, они, когда слушают молитву, например, плакают, да? Потому что какой-то энергия его потронилась, он расслаблен, и сдаётся, и начинается как... И говорит то, что свою правду, что да, я не прав, я хочу быть лучше. Наверное, есть энергия. Поэтому, возможно, это то, что когда я вернулся из смерти, у меня появилась какая-то энергия, которая реально могу кушать, истории, я думаю, что сегодня не хватает вам это сказать, и насколько всего поменялся люди в моей жизни, с моей помощью. Я просто это после 40 лет понимал, что я реально помогал много людям на тот дар, который Бог мне дал, это спорт. С помощью спорта я могу помочь много людьми, инвалиды, дети, взрослые, потерянная уверенность в себе, сломанная психа, потеряли свои деньги, бизнес, родители. И спорт реально изменяет человека изнутри и наружу. И спорт это любой вид спорта, любой вид спорта, не только фитнес-клуба, да, это реально большая поддержка на свою психо, на свои эмоции. Я даже на мою веру, есть такое, написано, что верующий человек, который сильный физическим силам, он намного лучше, чем верующий человек, который слаб в физической силе. Но это умеет значение активного человека и лентяев. Ну, тут вот это. Поэтому очень мотивируются слова, что всем занимался спортом и здоровый образ жизни. И сам могу рассказывать про себя, что у меня был очень серьезным, полезным. И меня благодарность, здоровый образ жизни, не совсем ввожу здоровый образ жизни, как я, как любой человек, средний, но держу балансировку. Но в это время я не был в здоровом образе жизни. Просто спортсмен, но не занимается здоровым образом жизни. И благодарность, правильное питание, и больше видов спорта занимался, и стал намного здоровее, чем себя. Я могу вам сказать, что у меня 44 года, я чувствую себя великолепно и намного лучше, чем в 20 лет. На всех смыслах и всех пониманиях. Но не только спорт, да, получается, и питание, и все-все это. Да, диетология и метрисология. То есть ты всем этим занимаешься, и вот все, кто приходят к тебе, ты помогаешь им в этом. Изменить привычки, привычки питания, привычки образа жизни, распределять правильно свое время. Умаю говорить много, и умею уговорить от человека. Возможно, потому что я искренне разговариваю. Я никогда не думаю на то, что я говорю. Я всегда отвечаю так, как есть. То, что я знаю, говорю, я не умею украшать слова. Я не могу развернуться в слово и пользоваться в разную сторону. Наверное, это я взял от моей мамы. Моя мама не умеет и врать. Мне из детства, если мама врет, у нее нос краснит. Не смеемся, ты краснешь, в первую очередь твой нос. Она светлая, не томная кожа. Она очень светлая, она реже. И поэтому сразу краснит нос. А, мама, ты врешь. Так все-таки врет мама? Нет, ну как когда она пытается врать. Ну что-то врать. Не сразу знаем, что она хочет и врет. Ну да, ну как она не врет. И вот такой человек, как не потому, что мама не оправдала, что она никогда в жизни не врала. Она всегда говорит правду. Очень мудрый человек. Спасибо ее. И спасибо каждой маме, которая правильно, на искренности воспитывает свои дети. Даже когда я взрослый подходил к ней, спросил маму, а можно с тобой посоветовать? Она сказала, твое решение правильно. Я ей говорю, мам, ну ты же не знаешь, что я хочу сказать. Она сказала, понимаешь, сынок, я вкладывал в тебя все. Ты должен принимать решение. И понимать один урок. Если ты принимаешь решение, которое оно правильно, круто, ты выиграл решение твое. И пошел вперед. А если твое решение неправильно, и ты проиграл, и тогда тебе урок, чтобы в следующий раз правильно принимаешь решение, и больше выигрыша, чем ты выиграл сейчас. Поэтому оба решения, положительные стороны, отрицательные стороны, они оба правильные. Потому что либо урок, либо выигрыш вперед. Какая мудрая мама. Да, спасибо ее большое. Она как образована, и человек, и она тоже медицинское образование. Поэтому очень важно, чтобы мама была образована, чтобы вкладываться в детьми, быть намного лучше. И она тоже спортсменка. И брат, и сестра спортсменка. Сестра занималась гандебол, была команда страна. Старший брат большой теннис и плавает. И второй брат, который перед мной, он занимался тяжелой атлетикой, и плавает тоже, плавится. А я вообще, у меня, папа вкладывал меня, у меня даже на бед, каждый три месяца менять спорт. Я знаю все виды спорта, кроме, ну, спорта, который на льдом. Ну, как... Не хоккеисты, скажем. Нет, я хоккеиста. Так это лед. Нет, есть хоккей, который... А, на траве? Да, на траве. Нет, я умею играть в хокке, да. Я занимался хоккеем, баскетболем, волейболем и гандеболем. Как называть, который сметч по-русски. Ну, такой тонкий метч. Это тоже олимпиадский спорт. Фехтование. Ну, да. И теннис на стол, большой теннис, скуэш, значит, скуэш. Ну, да, скуэш. И плавает на всех видах плавает, и моноластая плавает, и дайвинг, ну, как нарядиться в воду. Ну, 10 метров я прыгаю. С вышки. Тоже, да. Какие-то тяжелые атлеты, пауэрлифтинг, бодибилдинг, боксинг, кикбоксинг, борьба, дзюдо, бои без правил. Ну, это смешанное единоборжество. Да, это не считай совсем индивидуального вида спорта. Поэтому папа был такой, что ты малщик, ты должен умеешь понимание и знания от каждого. Поэтому то же самое. И у меня есть старший брат, он такой очень образованный, он очень умный. Он даже создавал закон математик или инженера. Папа всегда говорит, что у тебя мозгов нет. Потому что ты понимаешь только твою область, а в другой области ты ничего не отвечаешь. Поэтому всегда он дал мне разные книги. Физика, математика, религия, политика. Я должен читать, чуть-чуть знаю, чтобы когда ты сидишь с кем-то обсуждаешь, ты должен найти общий язык. Чтобы ты отвечаешь не знаю, нету такого слова папа. Нет слова не знаю. У тебя папа настоящий дипломат, а? Да, нет, такое слово не знаю, только у лентяги такой ответ. Ты должен узнать хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть узнать. Ты должен узнать про каждую кухню. Ты должен. Поэтому, а, я еще умею хорошо готовить еда. Тоже папа? Нет, наверное, никто меня не научился. Я даже вожу на инстаграм такой влог. Я случайно просто дурачился, и все мои клиенты, женщины, Акман, готовили мясо что-то новое. Вы знаете, я сам был в шоке, потому что я не знаю, что я буду готовить. Я беру мясо, лук, чеснок, трава, масло. И как будто, знаете, как будто я попаду в другой мир. Это не я. И что я делаю, я вижу, но это не я. Что я, знаете, как будто кто-то другой человек. И я начинаю готовить вот так, и каждый раз я готовлю, вообще отличает от предыдущего образа. И каждый раз я вкуснее и вкуснее. Да, я очень люблю готовить, это меня помогает. Наверное, я сумасшедший человек. Но, не знаю, может быть-то это необычная какая-то сила, которая внутри меня. Но, в конце концов, возвращая к вашему, двух вопрос, которые вы мне отдали, расскажите немножко про себя. Вот я вот рассказываю про себя. А второй вопрос, почему ты выбрал быть тренер. Потому что, когда я слушаю слово «Спасибо», Мой сын пристал курить. Моя дочь пристала пользоваться наркотиками. Акмаль, представляешь, я целые два недели не пью алкоголь. Ты представляешь, ура, я похудела пять килограмм. О, смотри, как у меня стало сильным. О, спасибо, мой сын. Примели его на военную школу, например, стал сильнее. И спортсмен, который порван у него ахилл, и сшивали его ахилл, серьезный спортсмен, который я сделал его, ну, например, у меня такие много историй просто. Он остановился на ноги, стал бегать, стал приседать по 150 килограмм, стал на скорость, 15 километров скорость на дорожке бегать, и вернулся на свой спорт. И как вернулся, сразу выиграли Европа. И скажет мне спасибо, и приносит такие курсы подарок. И я понимаю, что Бог меня дал дар, который, слава Богу, что Он показал меня этому, почему я есть, я нужен другой людям. Поэтому каждый день я просыпаюсь утром, и я первое, что я делаю, я благодарю Богу, что дал меня еще один день, может быть, кому-то я помочь. Поэтому я очень быстро бегаю на моя работа, с удовольствием, с радостью, что первые мои клиенты, ну, они все знают, что я люблю смеяться, я их вообще постоянно смеюсь, да, и все, кто вокруг меня, других клиентов, которые мои коллеги, я люблю им, знаете, подкалывать, так, да, и смеются, я громко так и смеюсь, чтобы... Мне нравится, когда все смеются, улюбаются, и позитивное настроение, и... Как по-арабски спасибо? Шукран. Шукран. А по-русски? Спасибо. Что, знаешь, что это такое? Я знаю, но много русский не знает. Да. Вы знаете, почему, когда меня говорят спасибо большое, я говорю, пожалуйста, большой, Акмаль, у нас так не примет. Я говорю, а чему такое спасибо большое? Что такое спасибо? Не знаю. А я говорю, если вы копаетесь очень глубоко на это спасибо, вы найдете... Спаси, спаси, Бог тебя, спаси, Бог большой тебя. И это я очень хорошо это знаю, и, к сожалению, очень русскоговорящие, очень много русских не знают, что это... Очень много не знаю. Спасибо большое. Это два слова. Это не спасибо. Спаси Бог, спаси тебя, Господь, спаси меня, Господь. Да, спаси тебя за то, что ты делал для меня, спаси тебя, когда тебя надо, как меня было надо, а ты оказался в это время по помощи Богу, который Он оказался тебе для меня в этот момент, чтобы помочь мне в это дело, для меня Бог тебя спасает тоже взаименно. Вот так называется. Правильно я проводился? Спасибо. Нет, я много знаю. Да, слушай. Спасибо тебе огромное. Это вам и спасибо, что вы увидели меня. И проходите ко мне на марафон. Хорошо. Поверь, что мне... Ну, здесь ты лохматый. А много твоих фотографий совсем тебя не узнаешь. И с бородой ты есть. Да. Ты разный. Я очень разный. И со хвосты, и косички. Я очень люблю жизни. И, как я вам говорила, что я без и много нация, поэтому я со всех моих друзей еврея еврея еврея, со всех моих друзей христианин я христианин, со моими друзьями мусульманские мусульманские. Я и тайист, и атиист, и спортсмен, и спортсмен, с русским я русским. Я гибкий человек, потому что в конце концов мы люди, к сожалению, никто из нас без смерти. Мы умрем. И жизнь очень коротка. И рано или поздно придется этот момент. Через 100, или 200, или 300 лет нас никто не вспомнит. Извините, не вас, не меня. Поэтому я пытаюсь всегда совершать добро. И я бы не хотел, чтобы наша встреча сегодня закончится без этой моей маленькой истории. Если вы позволите, я вам расскажу. Конечно, конечно. Восемь лет у меня не было детьми. И врачи сказали, что у вас не будет никогда детей. Никогда не будут детей. И мы сделали два экооперации. Вкладывали очень много денег. И все равно потеряли дети. И я был уверен, что у меня будут дети. У меня старший брат, очень верующий человек. Он сказал, давай начинаем, подбережаем к Богу. Ты далеко от Бога, наверное. Я говорю, да, я далеко. Ну как отношусь так, лайтовый, как говорит такой, новый импортное слово. Легкое. Давайте совершаем добро. Тебе нужно детей? Давай помогаем детям. Давай помогаем детские дома. Давай подбираем именно конкретно дети больные, которые рак больные, которые не родились в серьезном, тяжелом состоянии. И давайте делим то, что никто не делает. Давай побольше молчания, побольше совещания, побольше навести все храмы и мечеты, побольше приближайся к Богу, побольше приближай, может быть, и кто не верит в Богу, приближай к карме. То, что ты делаешь, они всегда возвращаются. И мы максимально, со своей супругой, максимально совершали то, что мы называем в наше время на добро. Именно дети. Кормили детей лекарства, приходили с ним время, и все равно ничего не получилось. И все равно я делал анализы, то же самое, мертвая спермограмма. Мертвая, а не даже никаких микрограмм живые. Но я был очень уверен и верил, что Бог меня не оставит без детьми. И все равно продолжался. И моя мама сказала, знаешь, у нас есть понимание совершенно добро, начинает вести и создавать контакты со своей далекой, близкой. Например, мамин, троеродной, сестра. Ищи ее и просто навести. И я начинал такие искать, такие, знаешь, далекие родственников. Оказывается, они есть, я их объединил, создавал со страницей. У нас там около 700 человек, которые вообще как дальний родственник папа, дальний родственник мама, и тетя, при-тетя, при-при-при. И они обязательно раз каждый месяц они встречаются человек 100, 150. Ну вот так. И это случилось в течение двух-трех месяцев. Да, даже мы были в Тайланд, в такой храм, который говорит, никто не умеет детей, можно навести время туда, он может забременеть. И вот мне получили дети. И самое интересное, что когда узнали, что жена бременна, и я сразу звонил врач, он сказал, не может быть, она бременна от тебя, может быть, она бременна от любого, никого другого. И, к сожалению, я был в шоке, на такой степени, что я похудел, я был 123 килограмма, огромный шкаф, похудел до 70 килограммов временно, бременность, потому что я человек приехал сюда ради моей любимой женщины, я сюда приехал только ради ее, я не приехал в Россию, а за Россию. Я любился, я познакомился, влюбился, бросил все, и приехал сюда за женщиной, которой будет моя жена и моя семья. И вдруг тебе врач такое говорит? Да. Я у меня все учеба, жду гражданства, декоменданты, РВП, я стараюсь, работаю, и как я буду бросить это, и моя жена бремена с другой мужчиной. Тем более здесь есть банки сперматизоват, и здесь примета в культуру, не в христианские веры, примета гражданский брак или незаконное отношение под Богом, который я читаю, это неправильно, в моей стране, если женщина забременна, то, к сожалению, она посадится в тюрьму, и родится в тюрьму, пока не скажет, кто это сделал, и посадит его в тюрьму, потом они дают квартиру, и поженят их официально, это запрещено, запрещено заниматься гражданским браком, это незаконно, есть наказание. Но, к сожалению, здесь, ну, культура есть культура, я уважаю это как личному, и вот, я так думаю, что, да, может быть, у нее есть кто-то, я, конечно, это меня погибался, и потом помирился, что я присутствовал род, вот, и я присутствовал род, и принимал этот род, я сам порезал пупу, и пуповина, правильно, грамотно, можно сказать, чтобы люди понимают, и снимали это видео, и потом, когда я делал анализы, спросил супруга, сказали, что хватит, это говорит, это твоя дочь, я сделал даже анализ ребенка, она показала, что мой ребенок, у меня есть специально такой значок, который мы рождаем в нашей семье, потому что мы женимся друг в друг, вы знаете, египтяне или араб, они женятся своей двойной сестра, тройной сестра, к сожалению, это неправильно, но мы женимся друг с другом, мы не выходим снаружи, это культура, только я, который женился, из-за иностранка, вот, и оказалось, это мой ребенок, и потом, каждый месяц, я делал анализ, у меня до сих пор, не качество сперматизоид, да, и родился второй ребенок тоже, и мне Бог дал урок, и я бы хотел поделиться этот урок сегодня все зрители, что не может быть, какая бы ни была у тебя проблема, здорово, или в жизни, или на работе, деньгами, близки, не может быть, у тебя есть проблема, потому что ты плохой, нет, это потому что Бог закрывает для тебя дверь, чтобы ты постучил в другой дверь, потому что Он хочет тебя быть близким к Ему, поэтому Он создавал для тебя эту сложность, чтобы ты приближаешься к Ему, потому что Он любит тебя, и когда ты совершаешь добро, ты приближаешься к Богу, ты совершаешь для своего, его создана, да, уже создали это дети, естественно, Он дает для тебя то, что ты хочешь, и то, что у тебя есть проблема, поэтому я бы хотел из своего места через вас и через вашу программу передал такое сообщение, вот я египтяне, живу в вашей стране, разговариваю ваш язык, ну, насколько я умею, разный язык, и я мирный человек, мы все люди, я очень надеюсь, что люди побольше совершали добро, любили друг друга, жили мирно, куда вы спешите, чтобы жизнь ваша закончилась, она рано или поздно закончилась, куда спешим, наслаждайтесь, что мы есть в сообществе друг у друга, такой прекрасный совершенник, прекрасно добрый человек, я с удовольствием с ним приводил время, я думаю, после нашей программы и до нашему съемному, очень долго мы с вами болтали, я хотел вас благодарить за такой момент, дали меня человеческие моменты, это насколько это много эмоций внутри меня и добро, меня оставляют на ноги, что до сих пор есть люди, верующие, что в конце концов мы люди, мы все под Богом, мы все мирно живем, и надеюсь, что все мир живет мирно, желаю всем быть мирно, и быть здорово, и будь счастливым, спасибо вам большое, аминь, спасибо тебе, дорогой, спасибо, от тебя заряжаешься энергией, тут есть где-то твой адрес, нет, или тебя просто можно найти, Ахмал Кадри, да, найдет, и здесь такой мы придумали программа, марафон, слово марафон, это человек, который старается, бегает и что-то, называет по-английски new life, новая жизнь, я не хотел его называть по-арабски или по-русски, я выбрал международное первое место, язык это английский, я не умею, какие нации, почти все знают, new жизнь, новая жизнь, новая вера, новое понимание, новый образ жизни, быть сильнее, быть успешнее, быть внешнее, быть красивее, быть умнее, быть мирнее, и то, что будет название life coaching, это coaching, это слово coach, это как тренер, тренер жизни, поэтому я всегда читаю мои ученики, некие такой мини-лекции психологические, как можно человек работать на свою ошибку и работать над собой и кайфует от жизни, когда он получает удовольствие, что он улучшает свое качество жизни со своими собственными руками и поменяет свою привычку. Спасибо вам большое. Благословите Господь. Вам тоже благословит и вам Господь. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо.